Да, кстати, лайки, они нам помогают выходить в тренды, чтобы наш эфир был в рекомендациях, поэтому те, кто имеет возможность, те ставят лайки, кто живет дома и опасается за свою безопасность, тот может наоборот поставить даже дизлайк, в этом нет. Но, конечно же, я продолжаю борьбу в этом направлении и буду бороться до... Микаил Мусаир, ассаламу алейкум, брат Тумсо, how are you today, happy to see you again, все, все, все ставьте класс, лайк, спасибо вам. Да, кстати, лайки, они нам помогают выходить в тренды, чтобы наш эфир был в рекомендациях, поэтому те, кто имеет возможность, те ставят лайки, кто живет дома и опасается за свою безопасность, тот может наоборот поставить даже дизлайк, в этом нет никаких проблем. Можете поставить мне дизлайк и написать какой-нибудь гневный комментарий, чтобы потом показать, сказать, вот я его не поддерживаю, я вот ему высказал все, что о нем думаю. Здравствуй, гроза молотков. А каков сейчас твой статус по пребыванию в Евросоюзе? Есть продвижки в сторону закрепления постоянного и полностью легального проживания? Здравствуй, я Рвин. К сожалению, ну, нахожусь я, безусловно, легально, я, в принципе, всегда находился легально на территории Евросоюза, но какого-либо статуса мне не предоставлено. Я не имею статуса беженца, я не имею дополнительной защиты. Эти вопросы никак не сдвинулись с места, и то, что на меня было совершено покушение, это никак не повлияло на ход этого процесса. Но, конечно же, я продолжаю борьбу в этом направлении и буду бороться до победного конца. Осмут. Я иногда думаю, почему же тебя поляки не приняли. Вроде всем ты хорош, и интеллект, и юмор. И вроде бы не бандит, как Кадыров. Но не смогли они понять, видимо, такие вещи, как допускание захвата мирных заложников к Басаевым. Думаю, шведы тоже не поймут. Тоже твою довольно двоякую позицию. Насчет поляков не соглашусь, потому что с Польшей у нашего государства были всегда неплохие отношения. Я думаю, что не в этом причина. Причина, она кроется совсем в других вещах. К сожалению, в этих странах, в европейских странах, здесь присутствуют две такие силы во власти. Одна сила — это гуманисты, люди, которые смотрят на все с точки зрения гуманизма. И есть вторая сила — это некие серые такие кардиналы, это работники спецслужб, ну, такие серьезные начальники в сфере спецслужб, в сфере безопасности государства. Где-то там в очень высоких кабинетах. И те, и эти находятся в высоких кабинетах, но вот эта вот борьба между ними, она приводит к тому, что гуманисты, они говорят, «Как бы там ни было, даже если есть какие-то опасения, какие-то сомнения в человеке, что он может представлять какую-то опасность, мы этого человека не можем отдать на растерзание России», говорят гуманисты. А спецслужбы, они совершенно иначе мыслят. Они наоборот говорят, мы лучше отдадим на растерзание России 10, 20, 100 чеченцев, чем мы подвергнем опасности наше государство, безопасность наших граждан, понимаете? И вот получается так, что есть Тумсо, один чеченец, и гуманисты говорят, Тумсо нельзя отдавать России, там с ним поступят несправедливо, его там ждут пытки, его ждет расправа, его ждет незаконное лишение свободы, говорят гуманисты, добрые люди. Спецслужбы говорят, мы сомневаемся в Тумсо, мы считаем, что он может быть связан с какими-то экстремистскими, с трактористскими организациями, группами, людьми. Но мы так думаем, понимаете? У них, конечно, нет никаких доводов, нет доказательств. Понятно, что я ни с кем никогда не связан, и никогда даже не смотрел в сторону экстремизма или терроризма. Но у них вот есть сомнения, понимаете? Вот Тумсо, вот Россия его обвинила, вот Тумсо вроде бы носит бороду, вот он что-то, что-то он какой-то чересчур религиозный, что-то вот мы вот сомневаемся в нем. И мы вот, мы не хотим, мы думаем, что пусть лучше Тумсо там растерзают, пусть не поступят несправедливо, чем Тумсо окажется каким-нибудь экстремистом, не дай бог, и он что-нибудь здесь сделает и подвергнет опасности наше государство. И вот из-за этого Тумсо остается в таком положении, когда и России меня еще не отдали, но и защиты в этих государствах мне не предоставили. К сожалению, вот эта вот борьба, она, наверное, всегда будет присутствовать. И здесь пока не победит вот этот здравый смысл гуманистов, пока спецслужбы не поймут, что все-таки из-за просто своего мнения, из-за каких-то своих подозрений нельзя отдать человека на растерзание, до этих пор, к сожалению, и я, и такие, как я, мы будем находиться вот в таком непонятном статусе. Асаламу алейкум, брат. Как читаешь, чье предательство было больнее всего для чеченского народа, учитывая статус личности? Кого никак нельзя было подразумевать, подозревать в продажности, я queria сказать. Кадырова, как имама, ханбиева, как министра обороны или воинов отважных, как Ямадаева, Турлаева и других. У алейкум асаламу а low all. Слушай, я не знаю, я не готов ответить на этот вопрос. Я никогда не задумывался о том, кто из них там, чье предательство более мерзкое. Я тебе скажу, для меня более омерзительные другие вообще личности, они малоизвестны даже широким кругам людей, но это те люди, которые отучились, получили какие-то религиозные знания, призывали людей к борьбе против России, и затем перешли на сторону России и стали бороться против своих вчерашних товарищей. Эти люди для меня гораздо более отвратительны. И в этом смысле, конечно, Кадыров один из них, старший я имею в виду, но там есть и вот абсолютно неизвестные широкой аудитории личности, как, например, забыл его имя, он был вот сейчас на совещании, когда Кадыров за круглым столом, помните, собрал Турлаева, Шахидова, Даудова и недавно освободившийся соратник Масхадова, там с ними был. И вот там сидел рядом с Масхадовым бывший имам, который сегодня уже на стороне Кадырова, и он как раз рассуждал о том, что Басаев якобы являлся агентом ГРУ, работником ГРУ российских вооруженных сил. Вот этот человек, допустим, это просто омерзительный тип. Есть видео в сети, где он рассказывает воинам, чеченским воинам, вооруженным силам нашим, он рассказывает о том, как нужно бороться с Россией. Он их побуждает с религиозной точки зрения, побуждает их к борьбе, рассказывает им хадисы, истории из жизни посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха, из жизни сахабов, подвижников, да будет довольными всеми Аллах. Он ссылается на аяты Курана, побуждает этих воинов к борьбе с Россией. И сегодня он сидит уже на этой стороне, на стороне России, и рассуждает о том, что Басаев был ГРУшником. Эти люди, на мой взгляд, они самые мерзкие, вот эти вот мулы. И вне зависимости от того, предали они или не предали, были они изначально на той стороне, где бы они ни были, вот те, кто сегодня занимаются вот этой лицемерной деятельностью, такие как Шахидов, Межиев, Хитанаев и прочие, они самые омерзительные из всех. Кадыров, оказывается, и есть тот самый-самый настоящий позорник, ангелочек, я чуть было и не поверил в этого безликого лицемера. Подписан в Инстаграм на всяких конченых плохих людей, вроде Миши Литвина и ему подобных. Русский народ не признает этих плохих людей, а этот подстилка навязывает, говорит заправлю. Ты знаешь, это наименьшая проблема из тех, которые существуют с Кадыровым. Лучше бы он был бы на всех них подписан, со всеми с ними бы дружил, приглашал их в гости, ездил бы сам к ним в гости, занимались бы вот этими взаимными подписками, конкурсами и чем угодно. Но при этом не мучил бы народ, было бы неплохо. Мы Кадырова... У нас претензии Кадырова не из-за того, что он там дружит с Тимоти или с какими-то отвратительными людьми. Салам, ингуши! Вы всегда для нас будете меньшими братьями. Это ваша судьба за предательство в конце война. Это было очень нехорошее сообщение от Тебя. Они для нас всегда будут нашими равными братьями. Ни чала, ни меньшими, ни старшими. Это наши равные братья. И нет никакого предательства и прочих вещей. Не говорите подобное. Вместо того, чтобы нам наоборот пытаться укреплять наши отношения, сближаться, мы такими вещами отдаляемся. Нам нельзя так поступать. И конкретно кому-то можно это предъявлять. Кому-то конкретно. Кто-то плохой, надо этому человеку это предъявлять. Но нельзя это опускать в целом на народ. Никогда влези. А еще в Европе не хотят, чтобы приезжали люди с молотками, луками, ледоколами, новичками и прочими средствами. Гастон Глок. Да, Гастон Глок. Это, кстати, тоже мотивация спецслужб. Зачем нам эти разборки на нашей территории? Они реально могут так думать. Зачем нам разборки здесь на нашей территории? Сейчас кто-то кого-то здесь убьет, потом скандал. Зачем нам это нужно? Лучше отдадим человека, пусть его там растерзают. К сожалению, именно спецслужбы, у них мышление вообще иное. Там не работает гуманность, снисходительность, жалость к человеку. У них этого нет, атрофированные эти чувства. У них чисто, знаете, такой прагматический расчет. Будут, могут быть от этого человека проблемы? Да, могут. Давайте лучше от него избавимся. Из-за меня могут быть проблемы? Да, конечно, могут. Уже, да, возникли они. Пришел человек с молотком там. Теперь шведы вынуждены расследовать там. Неизвестно, к чему это расследование приведет. Может быть, будет какой-то дипломатический скандал. Зачем это нужно, да? То есть, с такой точки зрения смотрят. Но это, конечно, неправильный подход. Как бы там ни было, страны, подписавшие Женевскую конвенцию, они взяли на себя обязанность придерживаться принципам гуманизма и защищать людей, преследуемых в странах происхождения, преследуемых по национальному, религиозному, гендерному и иным таким признакам. Здесь, конечно, не идет речь о преступниках. Если человек совершил преступление в стране происхождения, приехал здесь, просит убежище, разумеется, ему не дадут, его выдадут, если он реально преступник. Мы говорим о тех людях, которых преследуют из-за каких-то их взглядов. Это уже таким людям обязаны предоставлять убежище. И, несмотря на все опасения, что бы там ни было, эти страны обязались рассматривать эти прошения и предоставлять таким людям защиту. Они обязались, когда подписывали и ратифицировали Женевскую конвенцию по беженцам. Поэтому, разумеется, мы не требуем здесь от них ничего того, что они сами не гарантировали. Субтитры создавал DimaTorzok